Спасаясь от митингов, власти хотят развеселить праздниками скорбящий Кузбасс. Руководство ряда крупных городов Кемеровской области предпринимает попытки сорвать намеченные на 22 мая несанкционированные митинги в поддержку кузбасских шахтеров. В самом Междуреческе, где взорвалась шахта Распадская, решили привезти спартакиаду социальных работников. А в Новокузнецке завтра пройдет целых семь спортивно-развлекательных мероприятий. Они посвящены 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Тем временем на новокузнецких интернет-формах пишут, руководители предприятий и организаций города вызывают в городскую администрацию. Чиновникам настоятельно рекомендуют не допустить субботних митингов. Руководители предприятий, в свою очередь, проводят разъяснительную работу с работниками. А будьте шахтеров, из которого хотят сделать клоунаду, в сюжете Кристина Георгубиани. На тему шахтеров России наложили табу информационные блокады и ведение плана «Крепость» в Шахтерском Междуреченске. Телефонная связь ограничена. Въезды и выезды из города контролируют усиленные наряды милиции. Назревает протестная волна, которая, по мнению экспертов, в ближайшее время может перекинуться на другие российские регионы. Уже завтра экстренно и повсеместно пройдут акции поддержки требований шахтеров Междуреченска. Левые партии и движения выступят единым фронтом. Начинается второй Калининград. Мы видим всплеск региональных протестов. Начиная с Калининграда и заканчиваем множеством выступлений в регионах. Градус протеста растет. И люди выходят в защиту элементарных норм жизни, элементарных возможностей для жизни. Все это вылезает наружу. Потому что люди понимают, будущего нет. И если не выйти сейчас, то в дальнейшем вообще ничего не будет. Антон Сусов – активист движения против нелегальной иммиграции. Он тоже готовится протестовать завтра. По мнению Сусова, на бунт горняков нужно смотреть глубже, чем просто как на возмущение шахтеров. Город Междуреченск блокирован. Там введен план «Крепость». Дело в том, что в России никогда этот план, кроме Северного Кавказа, не вводился. То есть введение плана, который используется для воюющего региона Северный Кавказ, для подавления бунта шахтеров – это что-то невообразимое. То есть в России впервые с 1993 года народ воевал с ОМОНом. То есть с 1993 года у нас не было такого уровня конфликтов. Недовольство назревает в России давно. Изношенное наследие СССР дает сбой. Итог – участившиеся аварии на шахтах и неадекватная реакция власти. Руководство, делая ставку на импорт природных ресурсов, не торопится тратить деньги на модернизацию техники и повышение заработной платы. Ко всему прочему, цены на нефть упали, а финансовый кризис внутри страны еще не преодолен. В общем, прогноз экспертов неутешителен. Страну ждет и социальный кризис. Уже завтра горняки, да и не только, выйдут на улицы 16 городов России.